Всем привет, дамы и господа, с вами на два слова с капитаном военно-морских сил США Юрием Табахом, звездой этой программы, ну и ваш покорный слуга Андрей Глухенький. Приветствую на нашем эфире. Юра, приветствую. Сегодня уже не говорю героям слава. Я не говорю межконтинентальный ответ, потому что я был на одной программе, я сказал героям слава, а они так говорят, это неправильный ответ. Ну, там очень быстро надо спрашивать, чей Крым, и дальше можно уже, знаешь, как в средние века, там в принципе люди, которые делали что-то не так, попадали в незакон, а с ними можно было делать все, что угодно. Вот если в Украине кто-то отвечает, типа не знает, что ответить на чей Крым, но все, он незаконный. Да, шучу, конечно, но в любом случае. Не говорю межконтинентальный, потому что ты тоже вещаешь из Киева. Да, все, наконец-то, наконец-то я вблизи от тебя, можно рукой подать, сказать. Ну, через Днепр, только теперь рукой подавать осталось. Так, приветствую сразу всех, кто в чатике, уже немножко народу собралось, нас уже четверть сотни человек смотрит, уже есть обсуждение, и, собственно говоря, чего там тянуть? Во-первых, как тебе в Украине в этот раз? Заметили ли какие-то изменения за карантин, который ты провел в Штатах? Как у тебя впечатление от Киева? Да, я заметил, что украинцам карантин надоел, они поняли, видимо, что это что-то не то, и уже дистанцию не так соблюдают. В масках я мало кого вижу, в основном это только там люди, которых, ну, обязаны их носить, потому что по работе это надо. Да, так, свободолюбивый народ, и понял, что после почти что шести месяцев пандемии, которые там всех запугивают, носить маски, я не знаю, это, наверное, я это приравниваю, как заставлять носить презерватив мужу, который едет в роддом с женой, которая будет рожать, знаешь, уже. Если уже эти маски, я говорю, что они могут уже дать после шести месяцев пандемии, или ты заразился, или ты не заразился уже. Но, по-моему, это был классный, да, полет был классный, быстро прошел все эти паспортные контроли, все эти карантины, все это было довольно-таки здоровски организовано, было легко. Через, я не знаю, полдня мне пришел ответ, что у меня нет коронавируса. Ну, и, конечно, весь этот маразм, что, знаешь, в аэропортах держаться два метра друг от друга, все в масках, а потом набили всех в самолет, знаешь, как сардины, банку, и все. И, пожалуйста, облетите себе 12 часов набитые, ничего страшного. Ну, я недавно ездил во Львове, как раз тоже впечатление, там рассказывали о том, что вот, мол, будут продавать через одно место, или через ряд, как-то так, причем это интерсити, то есть довольно современный поезд с сидячими местами, там 7 часов ехать в нем. То есть, ну, такой более короткий, 5-часовый отменили, но 7 часов. И в итоге ничего не оправдывается. В принципе, вагон забит полностью, и вот все рассказы про карантин на вокзале, там, соблюдайте дистанцию, потом все сидят лицо в лицо друг другу 7 часов. То есть там бациллы могли бы отпраздновать свадьбу в каждом вагоне. Слушай, у вас еще это как бы понятно, значит, намерения хорошие, там, давайте будем соблюдать дистанцию, быть в маске, но не получается, люди остаются людьми. А у нас же в демократических штатах и городах это вообще сюрреализм такой, знаешь, мэры городов говорят, нет, на похороны больше 10 человек нельзя, все должны, вот Байден говорит, если он станет президентом, не дай бог, все будут в маске, для всех будет, он издаст указ, что все все время должны ходить в масках, все закрыто, ничего не открывать. Ну, в общем, они пытаются грохнуть экономику до выборов. Как только выборы пройдут, и этот же Байден, и все его окружение будет говорить, что это простой грипп, что от SARS умерло в 10 раз больше людей при Обаме, и никакой паники не было, ничего такого не было. Вот, но пока что они наводят эту панику, все, что это значит, все будет. В спортзалы нельзя ходить, люди говорят, слушайте, знаешь, особенно атлеты, люди, но я сам ходил в спортзал, все время я знаю, что такое пропускать спортзал, это, люди заболевают, депрессия начинается у людей, больницы там не работают, у людей инфаркты, инсульты становятся, знаешь, рат не поймали, нет, не важно, главное коронавирус, чтобы вот это вот ничего не открывать, на свадьбы никакие не играть, похороны не играть, и религиозным людям в церкви не ходить, все это закрыто. Но, если вы собрались идти на бунт, погром, громить и грабить, то да, это пожалуйста. Вот у нас демократическая, это их право, это мы поддерживаем, это очень важно, чтобы они могли высказать свой протест. Сейчас протест чего, еще пока непонятно, что они протестуют, чего они грабят, что-то мне вспоминается, какого-то чернокожего бандита, полиция, то ли арестовала неправильно, то ли он умер от этого, то ли от наркотиков, еще не ясно, но следствие идет, и начался вот этот, ну, уже никакого отношения он не имеет к этому чернокожему бандюгану, у которого какие-то там личные счеты с полицией были, и сами они не знают, спросят их, чего вы бунтуете, чего вы хотите, а вот хотим свергнуть это правительство. Какое правительство, чего правительство, вы хоть знаете, как оно устроено. А вот черные жизни имеют значение и кидают камни молотов, как коктейли молотова в полицию, чернокожую полицию. Вот этот вот псу-реализм у нас творится сейчас в демократических штатах, в демократических городах. Ну, и в конце концов, конечно, это понятно, что это нельзя переизбирать Трампа. Все, больше ничего. Ну, об этом тоже еще поговорим, но видишь, вообще не объявлять карантин опасно. Вот Лукашенко долго смеялся над коронавирусом, говорил, что это все ерунда, и народ поверил и вышел на улицу массово. Кстати, об этом тоже, вот сейчас предлагаю об этом поговорить. Единственное, я вижу в чатике, народ начал писать. Во-первых, всем привет, спасибо, что вас смотрите. Во-вторых, интересно действительно, вот начали писать из Болгарии, из Закарпаттии, из Филадельфии. Интересно посмотреть, вот кто есть в чате, кто откуда. Географию наших зрителей, понять, увидеть вот визуально в чате было бы действительно любопытно. И третий момент, мы будем выводить вопросы. Вот можете задавать вопросы в чате, что вас интересует. Мы будем выводить, обсуждать, как в прошлом нашем эфире. Но у нас, анонсирую, появилась еще одна опция. Мы теперь можем самых интересных, то есть у кого самые интересные вопросы, кому очень, так сказать, есть что спросить у нас, есть что спросить у Юрия, мы можем включать ваш голос и делать звонок по ссылке. Но ссылку эту мы можем бросать в общий чат, понятно, не будем, потому что это будет хаос, и оно работать не будет. То есть мы можем бросать только сейчас в Патреон, в чат Патреона. У нас есть Патреон, ниже ссылки под видео, под нашими видео Патреон. Там вы можете подписываться, и в этом чате будет ссылка, вы можете звонить нам. Наш технический директор будет с вами сначала общаться, а после этого включать в эфир, и вы сможете вместе с нами обсуждать некоторые вопросы, задавать вопросы лично. Потому у нас появилась такая опция, можем ее обкатать, попробовать. Добро пожаловать в Патреон. Да, это платный видеосервис, но там можно ставить, оно стоимость чашки кофе, к примеру, за месяц снимает, но при этом вы можете с нами общаться. Вот так это работает у нас сейчас. Это стоит этого, потому что вы тогда сможете общаться с такими популярными и знаменитыми людьми, как Андрей Глухенки и Юрий Табах. Ну вот, собственно говоря, потому приглашаю вас на Патреон, приглашаю в наш эфир. А сейчас, Юр, предлагаю вернуться к усатому северному соседу, к Белоруссии. Что ты думаешь вообще о происходящем? Насколько, думаешь, удастся Лукашенко усидеть на этом месте, на котором он сейчас сидит? Он, во всяком случае, уверен. У нас, к примеру, ряд изданий уже сказали, что мы будем писать в Украине. Будем писать человек, который там и исполняющий обязанности президента Беларуси, и самопровозглашенный президент Беларуси. То есть уже ряд изданий решили, что они не будут признавать то, что он президент. Я видел ряд заявлений западных стран. Что ты думаешь на этот счет о происходящем в Беларуси сейчас? Ну, конечно, это очень зависит, как поддержат западные страны это. Я думаю, выхода нет у западных стран, они поддержат это все на руку Путину. Ну, конечно, ему это все сыграет на руку, потому что он понимает, что против Лукашенко, если он ему поможет удержаться у власти, то Лукашенко будут санкции, он будет изолирован, как и Россия. Все, он уже не будет иметь такой статус, который он имел до этого, до этих выборов. И у него не будет никакого выхода, как только лечь под Россию. Если его уберут, и россияне смогут, как в случае Грузии, убрав Саакашвили, поставить пророссийского лидера, то тоже лягут под Россию. Поэтому такая выигрыша остается все время Путин у нас, к сожалению. Но, конечно, белорусы молодцы. Может быть, запоздало, может быть, им надо было вместе с вами это сделать. Но, видимо, чем дальше там на восток или чем севернее, тем позже это случается. Потому что сначала это Грузия, потом это Украина, теперь это Белоруссия. И многие мои русские и российские друзья, знакомые, мыслящие люди, которые мне уже часто задают этот вопрос, мы что, хуже украинцев, мы что, хуже грузин, мы что... А теперь задают они вопрос, мы что, хуже белорусов. Ну, получается, что да, вы хуже. Я им это говорю, они на меня обижаются. Ну, слушай, я человек, у меня задали вопрос, будьте готовы к ответу. Да, получается, что вы хуже. Получается, что все уже это поняли, все осознали, что так жить нельзя. Путин вас там подкупал, обещал, 20 лет обещал, обещал вам, но вам все мало и мало, знаешь, обещаний этих. И то же самое произошло с Лукашенко. Единственное, что, конечно, что меня люди обвиняют, говорят, что я там говорю, что Порошенко был на Майдане, Цинюк был на Майдане, Ключко был на Майдане, а здесь как бы лидеры немножко опредали и вроде как бы подняли людей на бунт, а потом эта девушка побоялась, побоялась за свою семью, побоялась за свои детей и дала заднего и ушла. И оставила, в принципе, без лидеров людей, которые встали на бунт и на протест против кровавой власти. И, конечно же, Порошенко, Порошенко, Лукашенко, он не то же самое, что и Ющенко, не то же самое, что там, кто еще раз был, Кравчук, там президентами кто были. Он не боится стрелять по людям. Вот, видишь, это все провокации Газуского кандидата. Сейчас, смотри, вот сказал Путин и Лукашенко в одном предложении и понеслось. Предложение, и все, и понеслось, и все это. Бог все видит. А он, видишь, он не побоится стрелять по народу, он не побоится уничтожать свой собственный народ, лишь бы удержаться у власти. Это разница. То, что меня критикуют, люди говорят, что не было ни Порошенко, ни Цинюка, ни... Я не знаю, может быть, они и не были на Майдане сразу, но все равно была голова. Они все равно потом уже, я же помню, как они ходили по сцене и говорили что-то на украинском. Кстати, единственное, у кого я понимал, был Ключко. Потому что он говорил, более-менее, по-русски, да. Все смеются, говорят, что слушай, Ключко, что он говорит. Ну, а это не шутка, я как раз понимал, что он говорит. А я вообще понимаю, что он говорит, я не знаю, что люди смеются. Ну, да, он не красноречив, может быть. Но то, что он говорит, это как бы правильные вещи. Я бы лучше имел... Так же, как же и Трамп, знаешь. Я бы лучше имел человека, который, может, не красноречиво говорит, и, может быть, даже неграмотно говорит, но говорит правильные вещи, чем человек, который говорит очень красиво, очень элегантно все, очень грамотно, а говорит глупости или говорит неправду, как, например, делал наш президент Обама, или как наш друг Пальчевский делает часто. Да, очень красноючиво, очень эмоционально, очень так, знаешь, все классно, но неправильно. Значит, надо, может быть, люди говорят неправильно, но правильно, но правильные вещи говорят. Поэтому для меня это важнее. Поэтому я понимал, что происходило на Майдане, и все-таки были лидеры, были определены лидеры. К сожалению, сейчас говорят, но она испугалась, у нее там дети, у нее это да, но те люди, которые погибают сейчас в Белоруссии, у них тоже мама и папа, у них тоже дети. Знаешь, я считаю, что если ты не суйся, если ты не готов отдать жизнь, особенно, что вы ожидали от батьки? Вы ожидали, что он мирно уйдет и отдаст власть? Если вы уже пошли против него, то будьте готовы умереть за это. Если уже вы подняли батальон в атаку, то не выходите из боя, как командир. Уже деритесь до конца, уже деритесь до победного конца. Знаешь, я, может быть, я это так говорю, браво, потому что я сам никогда не был в таких ситуациях, и мне легко об этом говорить, но я имел честь вчера ужинать с Вадимом Свириденко, героем Украины, у которого столько позитивной энергии, вот ты знаешь, ты уходишь с него, у тебя столько позитивной энергии, столько жизней в человеке, знаешь, на 10 жизней, наверное, хватит. И вот я пытался представить его ситуацию, в которой он оказался обмороженный, все вокруг убиты, и он дерется до последнего, понимаешь, он дерется до последнего патрона. Он из-под Дебальцева вытаскивал ребят, они поехали в спасательную операцию на один из блокпостов, который попал в окружение россиян. Его подразделение попало, ну, было уничтожено. Он сам получил тяжелое ранение, пришлось укрываться в грузовике, там зима Дебальцева, это зима, 15-й год, то есть начало 15-го года. Он несколько дней просидел на морозе, все его ребята погибли, которые были, он потерял конечности, и при этом чудом, просто чудом уцелел, выжил. Уцелел, но он тоже... Да, да, Юра, расскажи, ты с ним лично общался, я только читал про него много раньше. Не, ну, да, я лично общался с ним несколько раз, и просто, просто уникальный человек, вот детям его надо показывать, знаешь, детей надо к нему водить и говорить, вот человек, который любит жизнь, чтобы ему жизнь какие-то сюрпризы не дала, человек живет и продолжает заботиться о других, не о себе, продолжается заботиться о других. Мы там говорили об Олимпиаде, о марафоне морской пехоты в Америке, как чтобы вывезти, и там я ему говорил, ну с тобой мы там все... Нет, он говорит, ты знаешь, вот человек команды, со мной-то ничего страшного, вот у меня команда там, их сначала надо... Все равно заботиться о других, заботиться о ветеранах, заботиться о других людях, и он, по-моему, четыре дня отстреливался от сепаров, от россиян в этом грузовике один. Четыре дня не есть, не пить, ничего нету, и истекает кровью, и обмороженный весь. Вот, и сегодня мне одна женщина из Майами прислала то, что ее мать написала, как она в Румынии, еврейка, вот попала там в гетто, и как там над ними издевались, как их там били, и как они сбегали, и как их спасла одна украинская женщина, ее и ее сестру маленькую, но все остальные погибли. Как она их там накормила, приютила, одела, и они ушли дальше. Вот я знаю, пишет, что если бы не эта женщина украинка, то они бы погибли все. И насколько это была правильная женщина, хотя рисковала своей жизнью, жизнью своих детей и всего остального. И вот, потому что везде есть люди, везде вот попадаются люди. Вот у меня тоже в семье был такой случай, где моего деда НКВДшник спас, да. Я рассказывал эту историю уже много раз. И вот у Свириденко, у Вадима, ну, примерно та же ситуация оказалась, что один из полковников милиции в Донецке Сепар позвонил на украинскую сторону, связался и сказал, у вас тут доходяга, он еще час-другой умрет, обмороженный, раненый, я его не вношу в список военнопленных, приходите, забирайте. И дозор пошел украинский, его забрал, и вот спасли его жизнь. Ну, ампутировали ему ноги и руки, но потом он попал в Америку, в реабилитационный центр в Америке, сделал ему протезы. У нас есть такая программа в Пентагоне. Но дело в том, что я его спросил, я говорю, слушай, дружище, а как же такое могло быть? Это же могла быть засада. Этот сказал, придите, заберите, и потом хлопнуть ваш дозор весь. Он говорит, нет, что этот мужик, ну, делал это несколько раз, они ему доверяли, что он несколько раз такое проделал, говорил, приходите, не вношу в список военнопленных, потому что без толку, потому что он все равно умрет. А так, может, вы его заберете, там, хотя бы похороните на своей земле. И, ну, в конце концов, это сепары там узнали про это, и он, оказалось, тоже у него неприятности были у этого полкана. Ну, вот человек, видимо, началось с человеческими понятиями, с человеческим взглядом, спас, слава Богу, Вадиму жизнь. И Вадим, вот, я считаю, просто такой приз Украины, такое лицо Украины, покалеченное, побитое, замученное, но все равно идет вперед, бегает, прыгает, отжимается каждый день. Вчера ему говорю, ну, давай еще закажи что-нибудь поесть. Он говорит, нет, у меня завтра физкультура, у меня завтра бег, 10 километров надо пробежать. Я подумал, елки-палки, у меня две ноги, две руки, я 10 километров не могу пробежать. Знаешь, тут человек, я просто, да, я, вот, была такая, была такая история. Поэтому, конечно, когда, вот это вот лидеры, знаешь, так вот определяются лидеры. И, к сожалению, хорошие или плохие лидеры, но они определились в Украине, потом они были хорошие, потом они стали плохие. Это все везде одинаково. Вы не думайте, что там в Украине только у вас такое бывает. Но вот в Белоруссии так получилось, что, во-первых, и тиран хуже, и намного дольше, и снюхан он все равно с Путиным, и лидеры оказались слабые. Я их не обвиняю в этом. Я, может быть, обвиняю где-то в том, что если вы были не готовы отдать свою жизнь и жизнь там своей семьи рисковать этим, ради власти или популярности, или еще чего-то, то не надо было выступать, выдвигаться в президенты. Опять же, я говорю, я осуждаю людей таких, в чьих ситуациях я никогда не был. Наверное, мне не гоже осуждать их, но вот я вижу, что если ты не можешь устоять грохот главного орудия, не выходи на палубу, где это главное орудие стоит. Потому что ты подведешь всех остальных. Люди там гибнут, людей пытают, людей калечат, а ты ушел в безопасность. Мне вот пишут, напоминают зрители сразу, комментарии, что Светлана Тихановская, ну то есть вот эта девушка, о которой ты говоришь, заменила на выборах президента мужа Сергея, которого посадили в тюрьму для устранения как кандидата. Если бы она осталась в Минске, ее просто бы посадили к мужу. Смотри, я вот с тобой согласен по поводу вообще реакции. Сначала ответь на комментарий, давай, а потом обсудим. Да, посадили бы к мужу, расстреляли бы, убили бы. Все эти варианты возможны. Когда ты идешь на такую, принимаешь такое решение, то ты должен быть готов ко всем к этим вариантам. Попасть в плен, быть раненым, быть покалеченным, а не думать, как показывали это в советских фильмах, ура, все немцы там мазилы, они никак попасть не могут из-за своих шмайзеров. А наш советский солдат, одного выстрела, сразу четверых их уложил. И возвращается героям в чистом мундире, все нет. Такого, понимаешь, это нельзя так. Ты должен осознавать риски, когда ты идешь в дозор. Ты должен понимать, что большинство людей из-за разведки не возвращаются. Большинство людей, когда идут в разведку, это только в кино они возвращаются героями, рассказывают про это. А так нет. Поэтому, когда она решила это сделать, да, ее бы посадили. Да, ну, тогда бы консолидировались и люди вокруг этого. Может быть, тогда бы восстания было еще больше. А если лидер уходит или лидер сдрефил, это выбивает дух из тех людей, которые с тобой поднялись в атаку. Поэтому я ее, ну, да, я ее осуждаю. Я где-то ее осуждаю. Может, я не имею права на это, но я считаю, что не надо было тогда занимать эту позицию. А если ты уже занял эту позицию, то надо было идти в тюрьму. Не сдаваться. Когда ты сдался, это выбивает боевой дух. Ну, она сейчас уже в Литве заявила, что готова возглавить оппозицию. Смотри, я, ну, во-первых, ребята, все, кто написал, кто откуда, я вижу Харьков, Кировоград, сейчас Кропивницкий, Майами, Вильнюс, Львов, Бостон. То есть, всем привет, Закарпатье, всем привет. А главное еще вот, Луганск. Нас смотрят из Луганска. И, ребята, вам особенный привет. Тем, кто поддерживает, смотрит, мы с вами, и мы вас вернем обязательно. И все, как больше и больше этих ребят. И смотрит из Крыма. Да, потому мы о вас тоже не забываем. Смотрите. Я вчера, кстати, извини, извини, я еще не сделаю небольшую рекламу. Я вчера кушал в ресторане татарском, крымских татар, ну, вот с Вериденко мы были на Кловском спуске 10. Там такой приятный очень ресторан этот татарский. Там было очень интересно, что пароль для Wi-Fi – это «Крым наш». Ну, ребята шутят, особенно крымские татары. Они действительно, ну, их не так много, это не такой большой народ. И они боятся еще раз пережить то, что они уже пережили в 20-м столетии. Геноцидные, конечно, геноцидные. Они во многом большие молодцы, очень многие. Алло, алло. Что-то Андрюша прервался, да? Ты меня слышишь, да, Денис? И люди слышат. Ну, тогда сейчас мы подождем, когда… Ресторан шикарный, правда, очень-очень вкусный. Чебуреки просто обалденные. Я вчера объелся ими, но Свериденко съел только один, потому что ему надо было сегодня бегать. Конечно, это очень приятно. И приятно, когда еще нам… Вот мне пишут люди там с Сахалина, с таких мест, в которых из Сыфтевкара, и говорят там, мы вас слушаем. Это очень приятно. Когда люди из таких мест тебя слушают и хотят узнать, что происходит в мире не из проплаченных вот этих СМИ, у которых своя цель, а вот от таких простых людей, как от меня, как от Андрея, как еще от некоторых людей, у которых мы не преследуем никакой цели, кроме той, что вот мы хотим донести до людей так, как мы видим и так, как мы понимаем. Никто нам за это не платит, никто нас не содержит, ни на какого Соруса или никакого олигарха мы не работаем. Ну вот Андрей, по-моему, к нам вернулся. Я был ведущим чуть-чуть. Я догадываюсь, о чем ты говорил, и полностью тебя поддерживаю. Полностью с собой согласен. Да, так вот, собственно говоря, с Валерием Цихановским общался. И, во-первых, да, естественно, вот когда слышишь, может человек заблуждается, я не спорю, я не могу решать. Либо он так думает, либо позиция обязывает. Он очень много говорил, что Беларуси есть еще куда сближаться с Россией, и что вот это сближение, оно позволит еще лучше развиваться и так далее. Я его спрашивал, что странно, вы бежите от диктатуры, вы говорите о том... Цепкало, простите, Цихановский я сказал, Цепкало. Да, я так понимаю. Виталий, да, да, Цепкало. Я говорю, вы бежите от диктатуры... А кто такой Цепкало? Цепкало, подожди, тоже что-то очень знакомое выскочило из головы. Нет, ты говоришь, ты с кем... А, Валерий, вот, все, все. Да, Валерий Цепкало, он человек, который долгое время при... Сначала он был послом в Соединенных Штатах Америки, от Беларуси. Раньше он помогал Лукашенко, собственно, работал в его предвыборном штабе, когда Лукашенко только приходил к власти. Потом он возглавлял парк высоких технологий и развивал IT-сектор в Беларуси. В принципе, он до недавнего времени чувствовал себя очень неплохо. И, ну, то есть, как бы не возмущался он ни режимом, ни чем. А тут вот на этих выборах он выступил против и началось... Заявил себя о себе как оппозиционере, начали сажать оппозиционеров, он выехал в Россию. И вот как раз у нас разговор был о том, что странно, что вы бежите от диктатуры в Россию. И странно, что вы боретесь за права человека, за то, что беларусы имеют... Кому вы об этом рассказываете? Российским СМИ или россиянам интервью даете? Что само по себе уже подозрительно. Потому что российские СМИ в целом не будут писать того, что не нужно Кремлю. И если Крем такие интервью публикует, то, наверное, это просто... Не спроста, если он дает санкции, добро на то, что эти интервью публикуются. И тут я с тобой согласен полностью, что оппозиция, заявления у нее очень... Изначально были, во всем случае, очень такие пророссийские явно. Лукашенко это человек, который медленно скармливал Беларусь России. То есть, ну, как скармливал? Он продавал суверенитет Беларуси по кусочку за деньги, чтобы Россия содержала эту Беларусь. И чтобы в Беларуси была стабильность, как говорил как раз тот самый Александр Реорович Лукашенко. То есть, эта стабильность давалась не просто так, это постепенно продавался суверенитет. И Беларусь должна была стать частью России, в конце концов. Союзное государство, но мы все прекрасно понимаем, как это видит Кремль. И почему у Лукашенко в последнее время с Кремлем некоторые трения. Потому что он хочет быть президентом страны. А Кремлю, когда Лукашенко не очень нужен. Им больше нужна вся Беларусь. И с одной стороны, я согласен. В Украине вот сейчас есть такое, некоторая дискуссия. Я бы не сказал, что она масштабная, но существуют дискуссии. Одни говорят, что нужно смотреть, что там будет дальше. Насколько это опасно для нас, чтобы не оказалось, что туда придут русские танки, и так далее, и так далее. Разместят базы. Или мы получим какого-то кандидата, если россияне, воспользовавшись наивностью беларусов в политических вопросах, и не наивностью, скорее неопытностью, проведут своего пророссийского кандидата, и сделают из Беларуси просто свой сателлит. И будет все то же самое, только вместо Лукашенко будет другой человек какой-то. И у нас об этом говорят. Но с другой стороны, я с тобой согласен по поводу духа и морали. Я просто помню нас на Майдане. И то, что я вижу в обычных беларусах, в глазах вот тех людей, которые вышли, когда смотришь эти видео, ты понимаешь, что они сейчас не думают ни о геополитике, ни о Западе, ни о России, ни о каком-то... У них нет этого ничего. У них есть, что их достало, что их бьют палками за то, что они просто говорят, что я человек, я имею право выбирать свою власть. Я имею право заявлять свое мнение. И когда я это делаю, тебя забивают палками, сейчас все больше и больше информации, что происходило в СИЗО, собственно говоря, с изнасилованием девушек, парней там этими палками, когда им в горло забивали палки и ногой толкали, когда их избивали, пропавших без вести еще много, то ты понимаешь, что это не о политике сейчас. Потом это все равно будет о политике. Не бывает так, что что-то о политике, что-то нет. Но это сейчас о чувстве собственного достоинства. У нас революция гидности, Майдан называли, мы у себя внутри, мы говорили, это революция достоинства. И у белорусов сейчас тоже речь о достоинстве. И то, что они вышли сотнями тысяч на улице, это то, чем они будут гордиться. Все равно через 5-10 лет им очень важно, как к этому отнеслись все остальные. И они запомнят надолго, поддержали их соседи, украинцы, латыши, латвийцы, эстонцы и все остальные. И как на это русские отреагировали? Или нет? У них все еще впереди. На мой взгляд, например, вот вся эта история, что была в Украине, она у них еще только впереди. У них еще будут и свои предатели, и разочарования в этих выступлениях. И появится еще... Они вот говорят, что наш протест отличается от украинского тем, что у нас нет Донбасса и Крыма. У нас в нулевых годах тоже не было Донбасса и Крыма. Украина была более-менее гомогенная. Да, там были симпатии России, но никто не думал, что будет стрелять других украинцев только потому, что ты за Россию и потому ты будешь стрелять других украинцев. Этих мыслей близко не было. Это появится потом, когда все больше граждан Украины поняли, что Россия угрожает нашей государственности и нашей независимости и сказали, нет, мы не хотим быть с Россией. Естественно, появились те люди, которые сказали, а мы хотим. И их подогрели. Где-то им кто-то в голову чего-то наделал, кто-то сыграл на их памяти, на предков. По образу, я уверен. Запугали Бандеры, там еще кем-то запугали. И в Беларуси сейчас просто этой дискуссии внутренней нет. Но когда беларусы поймут, что права человека, свобода выбора, свобода самоопределения невозможна, если вы в Россию идете, если вы в союзе с Россией, это невозможно, это исключено. Тогда они поймут, что в России встанет тот же список, где Лукашенко, диктатура, насилие, полиции и бесправие. И они начнут выступать и против России. Рано или поздно это произойдет. Ну, те, кто хотят, действительно, свободы. И вот тогда появятся те, кто скажет, а мы хотим в Россию, мы не хотим в цивилизованный мир, мы хотим в Советский Союз. И вот тогда там тоже, я боюсь, я не хочу пророчить, просто это мое видение. Вот ты считаешь по-другому, возрази сейчас. Нет, я с тобой полностью... Слушай, у нас в стране эти все бунты, они хотят в Россию, они хотят социализм, они хотят Че Гевара, Кастро, знаешь, Карл Маркс, эти все Антифы, Black Lives Matter, это все социалисты, это все социалисты, анархисты, которые хотят вот такое социальное равноправие, социальную справедливость, который, ну, понятно, уже мы сто раз это проходили. А заканчивается так все равно миллионными расстрелами и концлагерями. И концлагерями, да, все это так и заканчивается. Я вот еще, сейчас недавно был, значит, передача была, в которой я участвовал, там наши левые были там против меня, рассказали, и один парень, белорус, в этой передаче, вот он очень, он ездил в Вашингтон, там они проводили митинг против Лукашенко за свободную Беларусь, и он рассказывал так эмоционально все, потому что это его родина, как просил, чтобы все поддержали и все такое, и она его спрашивает такой вопрос, это левацкая такая у нас профессура, она говорит, а вот я не понимаю, она говорит, почему вы поддерживаете митингующие, допустим, на Майдане и поддерживаете в Беларуси вот этих всех протестантов, которые протестуют, а вот Black Lives Matter вы не поддерживаете, и там Антифа вы не поддерживаете, вот понимаешь как, они даже не видят разницы между ними, и я сказал, я говорю, послушайте, это глупейший, тупейший вопрос, во-первых, я говорю, вы видели, там есть конкретные прецеденты, конкретные, то, что они выдвигают требования, они хотят свободу, свободные, честные выборы, они хотят менять своих лидеров периодически, а не иметь вечного царя, вечного Ким Чин Ира, и люди хотят жить в западном мире с западными ценностями, а не средневековыми ценностями, и это требования их, а у нас что они требуют, вот эти Антифы, это они просто требуют анархию, у них никаких других требований нет, потом вы видели, я говорю, на Майдане или в Белоруссии, чтобы грабили магазины, чтобы вытаскивали людей из машины, били их, и били стекла, и грабили, занимались мародерством, кидали в полицейских, коктейли, мол, полицейские их не трогают, я говорю, вот разница в чем, вы не видите, что ли, эту разницу, вы считаете, что все вот эти протестующие, одинаковые, нет, это бунтари и бандиты, в многом случае проплаченные ради политической, незаконной политической смены власти у нас, потому что у нас, можешь идти голосовать, тебя никто не останавливает, и в принципе у нас честное и прозрачное голосование, а здесь у людей нету и такой возможности, все, у них один диктатор, и они хотят свободы, хотят, чтобы они избирали, а кого они изберут, изберут себе Порошенко, он плохой, они его переизберут, они хотят эту возможность, переизберут себе Зеленского, Зеленский плохой, заберут следующий, я уверен, что следующий тоже будет плохой, и следующий будет плохой, они все плохие, в том-то и заключается демократия, что приходит к власти человек, лидер, и вы его меняете, потому что он плохой, и следующий пытается быть чуть-чуть лучше, и следующий пытается быть чуть-чуть лучше, потом опять плохо, Но это демократия, вы их меняете, президент Рейган это сказал. Политиков надо менять как подгузники. Чем чаще, тем лучше. Причем по одной и той же причине их надо менять. И те обосраны, и эти обосраны. В конце концов, они засираются. Так, я смотрю, подключились в Торонто. Предлагаю немножко на вопросы поотвечать. Тем более накопилось. Накопилось. А я пока озвучу. Нашим зрителям озвучу. Есть возможность, мы сейчас будем тестировать. С вашей помощью, надеюсь, будем тестировать такой момент. Есть возможность делать звонок нам на эфир. То есть задавать вопрос лично, участвовать в обсуждении этого вопроса. Но для этого нужно получить ссылку. Ссылку мы в общий чат, понятно, бросить не можем, потому что оно так не будет работать. И это не будет личной ссылка. То есть по нему будут пытаться позвонить другие люди. Потому это у нас сейчас на Патреоне. Под видео есть ссылка на Патреон. Вы подписывайтесь. Там платная, она очень небольшая. Абонент платов занимается там месяц. И вы получаете возможность. Там в чате будет ссылка. Вы получаете возможность звонить. То есть просто тогда звоните. Наш технический директор принимает звонок и вводит вас в эфир. Вы задаете вопрос. То есть это так работает. Кто хочет подключиться к обсуждению, хочет задать вопрос лично, тот может воспользоваться этой функцией. Я прошу прощения, я почему-то все время в эфире какой-то болезненный. Или я кашляю, а теперь почему-то меня мучает изжога. Я взял кефир, поэтому я прошу прощения, что я тут занимаюсь самолечением во время эфира. Так. Ну, собственно говоря... Наверное, я вчера свириденко чебуреков переел. Ну, они вкусные, если мы говорим о татарских. Так, вопросы по Беларуси. Сейчас я посмотрю, что у нас есть. Вот, Гарри. Есть вопрос как раз по Беларуси сейчас, по теме. Гарри, как поведет себя Путин, если Лукашенко проиграет? Что ты, ну ты, то есть в общих чертах сказал, но более детально, что ты думаешь на этот счет? Я не знаю, как поведет себя Путин. Я не предсказатель. Это вот в Украине очень много. И у нас в Америке очень много предсказателей, этих политологов. Там Пинковский он знает, все вперед. Там еще много есть Соловей такой. Он тоже очень много знает, все наперед. Надо им задать этот вопрос. Я бы сам им задал этот вопрос, потому что, когда я слышу их ответ, я знаю, что будет все до точности наоборот. Это тоже есть такой трюк у разведчиков. Знаешь, когда им докладывают что-то, они говорят, ага, значит, все точно будет наоборот, что они сказали. Это такая, есть манера. Я не знаю, что будет делать российский народ, вот вопрос. Вот российский народ, вот там есть народ, или это все-таки какое-то население? Или все-таки это стадо баранов? Ну, конечно, есть там мыслящие люди, и там вот в Хабаровске подняли какой-то там, значит, митинг, что-то они были недовольны своим губернатором, что им прислали губернатора другого. Но вся остальная страна не поддержала. Не было этого. Не съехалась вся страна в Москву или в Хабаровск. На машинах, на автобусах не поддержали. Поэтому я не знаю, что будет делать российский народ. Но я уверен, что сегодня российские, многие россияне сидят и смотрят, наблюдают за этим. И понимают, что они... Они импотенты. И что вот один маленький КГБшник может ими всеми, миллионами ими управлять. И управлять так, как он хочет, а не так, как они хотят. И все, что они думают, все, что они высказывают у себя шепотом на кухне, его не касается. Хочет, изменил Конституцию. Хочет, остался, хочет, ушел. Хочет, поставить этого губернатора. Хочет, поставить этого мэра. Вы никто и звать вас никак. Так, вы находитесь в таком лагере, где вам просто говорят, барин вам говорит, что делать, где делать, как жить, вот и все. Да, у некоторых из вас там вы, там, может быть, бояре или купцы или еще кто-то. Но вы все крепостные. Так было в России всегда. Единственный человек, который был не крепостной, это был царь. Он был не крепостной. Все остальные были приписаны к земле. Сегодня. И, конечно, когда они уже смотрят, что даже, знаешь, если там, так, я сейчас, я не хочу так говорить, но российскими, русскими словами сказать там, Ну, если эти там хохлы тупые, там, ну, знаешь, это наш братский народ, но это такой тупой братский народ, такой недоразвитый народ, хрен с ними, но у белорусов-то уже вообще ничем не отличаются. Извините, но это же уже совсем братский народ-то. Так вот это тоже уже совсем братский народ. Ну, уже они даже уже недовольны этой ситуацией. А вы все еще довольны. Поэтому я не знаю, как Путин отреагирует. Ну, и меня Путин, он диктатор, он может отреагировать по-разному на это, может сбежать, струсить, а может ядерную бомбу взорвать, лишь бы остаться у власти. Хрен его знает. Но вот что, народ есть там или нет, вот мой вопрос. Белорусы показали, что у них есть чувство собственного достоинства. Во всяком случае, как бы не развивалась ситуация дальше, что есть чувство собственного достоинства. И оно заключается не в том, чтобы просто пожаловаться, потом сказать, но и сославшись на кучу причин, сказать, ну я не буду ничего исправлять, я дальше буду унижаться перед властью, перед полицией. И понимать, что меня дурачат, мне врут в глаза, сдают анализы, как говорится, уринотерапии делают, уриноавтальмологи, знаешь, новая специальность в России давно работает. Из телевизора сразу сдают анализы в глаза. И при этом все, они дальше будут говорить, ну я-то понимаю, но вот как раз про белорусов, да, про Тихановскую, то, что ты сказал, что она не совсем понимала, кула влезла. Мне кажется, в целом, на самом деле, большинство белорусов не понимает, что все так и начинается. Вот если они сделали первый шаг, ну у меня такое ощущение, я могу ошибаться, но на самом деле, то есть они просто, почему у меня такое ощущение, я читаю очень много сейчас о Беларуси, от белорусов, там интервью. И некоторые из тех, кто поддерживает протесты против Лукашенко, говорят, ну мы же не майдановцы какие-то, мы же не майданец собрались, у нас мирный протест, мы хотим просто, чтобы нас уважали. Так вот, им хочется сказать, что они не совсем понимают, то ты либо за ментов, либо за майдан, не бывает посередине. То есть если ты против майдана, то ты пассивно за ментов. То есть они тебе могут не нравиться, но ты им помогаешь своим молчанием, своей трусостью, своими отговорками и так далее дальше беспределить. И майдан-то заключается, майдан может быть любой, у нас сначала несколько месяцев были фонарики, танцы, чай носили полиции, ну милиции тогда тоже еще, девчонки букеты, то же самое все было. Но потом стало понятно, что пока чай, букеты, фонарики нас убивают. И нас убивают, продолжают, то есть как бы забивать, вылавливать на улицах, пропадают люди, ездят какие-то черные воронки, попробуй до Майдана доберись. Метро отключают, там кучу всего делают, на всех дела заводят. И мы понимаем, что пока мы такие мирные, красивые, хорошие, Януковичу это только на руку. Естественно, пошел накал и пошло насилие. Я сейчас ни к чему не призываю. Беларусь сами решат. Будут они применять силу, не будут применять силу, это их дело. Но мне кажется, что нужно понимать, что, ну, либо вас будут просто убивать, либо вы начнете противодействовать все более резкими, радикальными. То есть сейчас уже пошли забастовки. Это уже новый действующий радикальный ход. Это экономические санкции против собственной власти. И вот уже радикализм есть. А по поводу всего остального, то есть, ну посмотрим, они действительно мне очень напоминают. Не хочу сверху говорить, все ситуации разные. Беларусь это Беларусь, Украина это Украина. Но вот наблюдается, просто я помню, что у нас тоже было очень много настроений подобного рода, что вот давайте мы не будем это, давайте то, чтобы никого не спровоцировать. А вот россияне, да, россияне пока вот чувство собственного достоинства не наблюдается у них. Они пойдут пинать тех, кто не хочет быть рабами и злость сгонять на тех по приказу или за деньги, или там по каким-то убеждениям. Но свою власть они трогают, пока не решаются. Ну, у раба главный враг это свободный человек, это его лютый враг. Они свободного человека ненавидят больше всего. Абсолютно с тобой согласен в этом отношении, так что я надеюсь, что они устоят как-то, но беларусы, ну смотри, вот я, опять же, этого я не видел во время Майдана. В Беларуси я сейчас наблюдаю, что сейчас идет флешмап такой по интернету, где спецназовцы белорусские, белорусские ОМОН, они стоят, держат форму или берет, или мундир свой, говорят, все, Беларуси больше нет и выбрасывают мусорный ящик. Это тоже, это своего рода, это нарушение в дисциплине, нарушение в присяге. К хорошему это не приведет. Это уже когда силовики начинают протестовать и переходить на сторону народа, потому что они понимают, что они часть этого народа, то к хорошему это, конечно, уже для власти это очень опасно. И если бы были лидеры такие сформированные сейчас в Беларуси, я думаю, они бы начали разговаривать с силовиками, они бы начали говорить, ребята, вы не идите против, ну я имею в виду с лидерами там, с министрами там КГБ, с министрами там обороны, МВД, ну с силовиками. Они говорят, не идите, во-первых, вас будут судить как военных преступников, это раз, как Милошевича, всех остальных в международном трибунале, а во-вторых, не идите против народа, не делайте, не используйте силу против мирных демонстрантов, против мирного населения. Вам это с рук не сойдет, потому что сегодня 21 век, это все снимается на видео, это все показывается по многим СМИ, поэтому поосторожнее надо быть. Ну да, тем более, действительно, во-первых, во-первых, действительно это все повернется еще другим, ну другой стороной повернется, и вы окажетесь, ну то есть под трибуналом действительно это раз, если о силовиках. А белорусам, ну стойкости пожелать, потому что действительно это нелегкий путь на самом деле, потому что им мало того, что придется бороться с Лукашенко, а скорее всего за Лукашенко действительно стоит Кремль, и если вы начнете делать, он признает ваши протесты только в случае, если он готов подсунуть вам нового Лукашенко. И если вы это дадите, тогда у вас тут не будет, да. И жизнь лучше не станет сразу. Сразу жизнь богаче, вы сразу как там в Германии или в Америке, у вас сразу не получится. Как в Грузии это было, как в Украине это было, после таких революций обычно жизнь становится тяжелее, экономически тяжелее. Люди начинают уезжать в другие страны заработать, но я это наблюдал в Польше. Но потом они возвращаются, и потом страна начинает процветать. Да, потому что я знаю, что всегда мне тыкали в нос, когда я говорил, с диктаторами вы не проживете, с диктаторами это не сработается. Особенно ребята, такие бизнесмены, хозяйственники. Бизнесмены не то, что он продал, купил, а те, которые что-то производили, выращивали там хлеб, выращивали там, строили завод, что-то производили. Они всегда говорили, ну посмотри вот на Белоруссию, там и дороги, и пенсии нормальные, и там военным платят нормально, и медицина, и учеба, все там это бесплатно. Все вот как чуть ли не при коммунизме там люди живут. И строительство идет, и все. Потому что батька хозяйственник, батька, знаешь, хозяин. И он ведет, и говорит, нет, не приведет это к хорошему. Я вас уверяю, любой диктатор приведет вас все равно в тупик. Он все равно приведет вас в тупик, он все равно теряет, он концентрируется на себе и живет в параллельном мире. Батька там 120 лет, один и тот же мужик управляет страной, да, маленькая страна, да, небольшая, но все равно. Так не работает. Надо даже председателя колхоза переизбирать периодически. И вот, пожалуйста, вот все те, которые утирали мне нос, вот видите, к чему это привело. И после того, я надеюсь, что все-таки тоже Беларусь вступит в клуб независимых свободных стран, где будут свободные выборы, где будут меняться, радикально меняться президенты и радикально меняться власть, как, например, в Украине она сменилась от одного экстрима в другой экстрим. Это неплохо. Я понимаю, что многие люди сейчас мне говорят, это плохо, это ужасно. Нет, это неплохо. Это хорошо, как у нас, знаете, от Обамы к Трампу. Это большое изменение. Это радикальное. Поэтому те, кто это калиминяносом, я хочу, чтобы они поняли, что они были неправы в этом. Ну и, конечно, должны, опять же, белорусский народ, если у них удастся это сделать, я надеюсь, что они готовы, как ты говоришь, Андрей, быть готовы к тому, что будет тяжело. И это не сразу все поменяется. Будет тяжело, экономически будет тяжело, политически будет тяжело. У них будет и давление из Запада, как в Украине, и из России будут давления политические. Ну, это вот... Даже армяне, мы видели, как с армянами это произошло в Армении, а эта страна вообще без России, но никак не может. Она просто, потому что она окружена странами, которые недружелюбны к ней, народ геноцидный. Пашиням, да? Да, они все равно пытались, они все равно восстали, они все равно были у них... Они хотели смену власти, они хотели смену власти, они хотели свой голос иметь. Ну да, будут еще разочарования, будет еще проблема, потому что создавать нужно будет все, что не создавалось или уничтожалось Лукашенко. Ну, вот, понятно, параллель не прямая, но вот яркий пример Гитлер. Знаешь, про Гитлера и тоже он был... Им восторгались за то, как он начал воевать против всего мира практически. Им восторгались, он поднял экономику, Германию с колен. Да, там расстреливают евреев, он, конечно, фриковатый с евреями, но давайте честными быть, в мире в 20 веке антисемитизм был очень во многих странах, далеко не только в Германии, популярен. Антисемитов было очень много и среди правителей, и среди президентов очень разные государства. Один из самых ужасных антисемитов был президент Рузвельт, который дал зеленый свет Гитлеру это делать. Ну, о чем я говорю, по тому антисемитизмам и концлагерями с недовольными Гитлер никого не удивлял. Ничего такого экстраординарного до некоторого момента он не делал. И все восторгались, хорошие автобаны, гладкие дороги, как сейчас говорят, в Беларуси стабильные зарплаты, дороги, семьянин, вегетарианец, развивает спорт, поднял дух нации, страна процветает. Но давайте даже уйдем от того, что он уничтожил десятки миллионов людей, вот тем, что он начал делать, и уничтожил миллионы евреев, уничтожил просто, то есть людей безоружных, невинных совершенно, и начал мировую бойню. Даже если это опустить, то это человек, который на самом деле Германию разрушил. Потом Кондрат Аденауэр и потом помощь Запада, как раз план по восстановлению, собственно говоря, всех пострадавших, всей пострадавшей мировой Европы, да, план Маршалла, это все было позже, и это не произошло бы без помощи Запада, в том числе прямого, так же как и в Японии, без Соединенных Штатов японцев долго, так же как и в Южной Корее и еще в ряде стран. Сингапур, то есть это было, с одной стороны, заинтересованность стран, которые помогают западных, с другой стороны, внутренняя заинтересованность. Но это было потом. Гитлер вот этим все, что он строил, он разрушил государственный аппарат полностью. Не существовало никаких государственных структур в Германии. Были структуры, которые принадлежали ему, и которые он делегировал своим друзьям, ну как друзьям, друзей у него не было, людям, которым он может доверять. Они между собой там грызлись, конфликтовали, они не знали у кого какие полномочия, и он завязал все решения на себе и на небольшой группе людей. Так же, кстати, как делает сейчас Путин в России. Там нет государства, там есть банда. Банда, а нет государства, которое функционирует. Оно, ну, противовесы, законы, прописанные нормы. И Лукашенко делал по образу их, Путина и Гитлера. И вам придется восстанавливать, создавать с нуля настоящие, не МВД, которые называются МВД, а на самом деле просто карманные, как вы сами видите, карманные шавки Лукашенко, которые забивают вас на улицах по его приказу. Не КГБ, которые на самом деле не вашей безопасностью занимаются, а вас в концлагере держат. А создавать настоящие структуры безопасности, настоящие структуры экономические и так далее, их нет. Они завязаны на небольшой группе людей, которым доверяет диктатор, и они что хотят, то и делают. В России то же самое. И когда уйдет Путин, это будет большой кризис, даже если он умрет просто. Потому что эта банда, когда начнет рассыпаться, вы поймете, что у вас просто есть граница, внутри которой нет вообще никаких норм. И вам их придется создавать. Ну, так вот оно не работает, чтобы диктатор был и все было хорошо. Ну, если ты согласен, я не знаю, то есть... Нет, я с тобой абсолютно согласен в этом. С тобой даже неинтересно видеть эти беседы, потому что я уже привык за последние две недели, что нас с тобой не было. Я все время дерусь с кем-то в эфирах, схватки у меня идут. С тобой даже скучновато как-то, Андрей. И, конечно, потому что они, диктаторы, в первую очередь, что они делают, они разрушают и уничтожают демократические институты, противовесы. И для себя СМИ уничтожают, потому что это там не журналисты, никаких журналистских расследований они делают, а подтусовывают. Это нечестные, неблагородные, лживые подлецы. И когда они пропадают, все, это трагедия для, в первую очередь, для этой нации. Это не так опасно для бывших или мнимых врагов этой страны, как для самой себя. Потому что Германия, если вы возьмете Германию до Второй мировой войны и Германия после Второй мировой, особенно две Германии, они даже до сих пор сильно отличаются, люди, которые выходцы из Западной Германии и Восточной Германии, этих немцев нет, этой Германии нет. Это уже совершенно из другого материала люди, это совершенно другие ценности, совершенно другие взгляды. И мы видим, до чего Германию довели сегодня. Потому что той Германии, которая была до войны, Германия, Готте и остальных всех этих людей, ее нет. Так, ну что, вопросы немножко? Давай. У нас подвешен, прокомментируйте, пожалуйста, карантин против, ну, то есть на одной чаше весов карантин, а на другой права и свободы. Вот человек дважды задавал этот вопрос в чате. Если в ЕС властям прямо не имется, а, вот в ЕС властям прямо не имется вторую волну карантина запустить. Что ты думаешь вообще по поводу ущемления? Ну, знаешь, существует версия, что вообще эти все права и свободы, то есть эти все карантинные меры многими правительствами, как минимум, используются для того, чтобы протестировать, насколько далеко можно закрутить гайки, и люди готовы дать это сделать. И насколько действительно это так, на твой взгляд? И как ты относишься к тому, что вот уже действительно ходят разговоры, что скоро будет большая вторая волна? Хотя мы из первой вроде еще не справились особо. И вот я считаю, что они вообще не понимают, что они говорят, потому что каждый раз говорят разное. Во-первых, откуда вторая волна? А что первая волна уже закончилась? Потому что первая волна должна была закончиться, как объясняли и Всемирные организации здравоохранения, и вирусологи все, и все ученые, что первая волна должна была закончиться в июне-июле, потому что из-за жары, из-за температуры, из-за солнца вирусы не распространяются, вирусы уходят. Потом они возвращаются второй волной, когда температура становится прохладной, или зимней, морозной. Так что-то похоже, что она не ушла, первая волна, и уже начинается вторая волна. Мне нравится, как в Украине на это реагируют. Люди, по-моему, живут своей жизнью и продолжают так. Начинаются, потому что правительство и бюрократия начинают как-то реагировать к этому. А как бюрократия может реагировать? Они бросают деньги на это. Бросают деньги на это. Врачи, госпиталя, чтобы выжить, они приписывают, что человек его сбил КамАЗ, но он умирает от коронавируса. Записать это. Я не утрирую это. У нас в Соединенных Штатах Америки несколько случаев есть, что, ну, что получилось там, в штате Флорида, где я находился, началась паника. Паника, потому что стали докладывать, что 98% заражения идет на 98% выше, чем предполагалось. Что все, 98 или 89%, ну, какая-то сумасшедшая цифра. В принципе, все заражены. Все. Но как бы госпиталя не переполнены. Что-то не видно. Люди так ходят. Закрыли пляжи почему-то. Закрыли опять все. Потом выясняется, что лаборатории, которые это делают, как в сговоре все равно, они говорят, что они ошиблись. Было 8.9% повышения заражения. А они эту точку где-то опустили, причем все лаборатории одновременно. И написали, что это 89% получился. Из 8.9% получилось 89%. Понимаете? Такую ошибочку они сделали. Небольшую началась паника. Во всем штате Флорида, да, казалось бы. Все люди побежали делать себе анализы. Прибежали себе делать анализы. Опять же, в эти лаборатории, которые сделали это же. Может быть, они это сделали ошибочку, что в начале паника все прибежали и теперь платят деньги за это. Это же не бесплатно. И у нас несколько моих знакомых было, потому что это люди такого советского разлива, слегка, как это по-русски говорится, слегка по барабану, в общем. Мы приняли стакан водки, иммунитет восстановлен. Они пришли, записались, а там же очередь. Ну, в конце концов, они плюнули на это и ушли. Через два дня им приходит результат. У вас, вы заражены коронавирусом. И как вы мог прийти Резуэг, если я не сдавал анализы, если я ушел? В общем, начинаются тоже разборки, почему это так. А это же, это все начисляется, это все делается. И ответы такие. А вы находились в этой комнате, где там было тысяча человек, и два из этих человек. Показали, что они, у них положительный результат на коронавирус. И таким образом, мы все тысячи человек в этой комнате, все, они все заражены. Мы все, не надо тестировать их, у них у всех коронавирус. Ну, такая статья. Я не знаю, я не вирусолог, я не ученый человек. Я вообще очень далек от всего, от этого. Ну, вот как я понимаю, я бы хотел увидеть смертность. Вот вы мне скажите, сколько людей умерло в этом году, насколько больше людей умерло. Не важно, от чего, вот просто смертность всего. Чем в прошлом году, и в позапрошлом году, и в последние 5-7 лет. Так вот, когда ты смотришь на это, оказывается, что в прошлом году, в 18-м году, умерло больше людей, чем в 19-м году. Потом в 17-м меньше, в 16-м меньше, в 15-м тоже больше. Что оказывается, от SARS-вируса умерло в 10 раз больше людей в Америке, но никакой паники не было, и страну не закрывали, чем от коронавируса. И вот не поймешь, одни говорят одно, другие говорят другое. Но пока что экономику рушат, весь мир рушат. И у меня такое впечатление, это все делается лишь бы... И уже некоторые демократы, сенаторы, конгрессмены нашли переписку. Их эту переписку опубликали, они где пишут, чтобы цифры не падали по коронавирусу, чтобы экономика не открывалась, иначе Трампа переизберут точно. Поэтому это не хода, чтобы не переизбрали Трамп. Америка ставит, действует так, раз Америка действует так, все остальные начинают тоже действовать. А что они хуже Америки, что они меньше любят своих граждан, чем американцы? И понеслось. Теперь выясняется, что в Италии не так уж страшно это было. То, чего, говорит, поэтому я думаю, что они вообще не знают, как этот вирус передается, почему он передается. Как люди заражаются. То они говорят, на детей это действует, то на детей не действует. Школы закрыты, люди становятся асоциальными, начинаются разные депрессии, болезни, все остальное. У нас в стране начинают платить по... Опять же, что демократы требуют? Они требуют, чтобы людям платили деньги по безработице. Республиканцы тоже говорят, да. Но республиканцы говорят, это нонсенс платить людям по безработице больше денег, чем когда они были на работе. Потому что никто на работу не хочет возвращаться. Все... Зачем тебе... Ты сидишь дома, ничего не делаешь, ходишь, скупаешь все дорогие вещи, потому что теперь от тебя деньги появились, и делать не... Ну, коммунизм наступил чистой воды. И зачем тебе возвращаться на работу, где тебе будут платить меньше, и ты еще должен вкалывать целую неделю. Понимаете, республиканцы говорят, это нонсенс, так не должно быть. А демократы настаивают на этом. Почему? Потому что за них пойдут вот эти люди голосовать. Мне говорят, слушайте, посмотрите, мы вам сделали, вам работать не надо, ходите покупать в шоппинг-центрах у нас во всех этих. Скуплено все, все сметено. Нету. И люди покупают, если вы на них посмотрите, явно не из богатых. Явно не из тех, кто... Аренду им платить не надо, страховки им платить не надо, на работу ходить не надо. Теперь все халявное у нас в стране. И они скупают все эти гучи, шмучи, и, знаешь, деньги появились. И все это барахло скупается у нас в магазинах. И пустые полки в очень многих магазинах из-за этого. Но я думаю, что это после выборов это все закончится. Если не дай бог Байден выиграет, то я вот зуб даю, они скажут, что это просто, ну, SARS, один из... Я говорю, это грипп. Ничего страшного, ни такой смертности нет. Все, открываем, все обратно. Все, начинаем действовать. Если выиграет, останется, дай бог, Трамп, то они будут продолжать импичмент, потому что он откроет экономику обратно и скажет, шли вы все, к черту и мать, что вы это придумали, все обратно на работу. Но они устроят ему импичмент, что он занимается геноцидом своего народа или что-то такое. Ходить в этих масках, понимаешь, в Америке вообще это проблема с этими масками начинается. Я думаю, часть вот этого психоза, что у нас идет в стране, это из-за этих масок, потому что у американцев есть такая фирменная марка, улыбка. Они все время улыбаются, говорят, ай, ай, дой, пел, привет. Иди, ас-пел, привет. А с маской не видно этой улыбки. Все ходят в эти маски, и никто друг на друга не смотрит, и все держат дистанцию. Это против американской культуры. И я думаю, что это отражается на очень многих людей психологически. В американских школах мы всегда в группах, какие-то волонтеры, все время какие-то участия в каких-то соревнованиях, в хорах. Во всем этом в школе это целая жизнь. И когда людей выдирают из этих школ, из университетов, конечно, это непривычно для американцев. Очень непривычно. Когда они социально не могут друг с другом. Почему в Америке столько ресторанов, столько театров, столько кинотеатров, столько шоппинг-маллов? Потому что там люди общаются, там люди ходят, и они общаются. Да, там может быть нету этой культуры, где я пришел к Андрею на кухню, и мы квасим всю ночь, и говорим о большой политике. Поэтому там говорят, ты можешь своего соседа не знать. Но вот это вот массовое общение, на спорт ходить, на футбол, на бейсбол, баскетбол, на школьные концерты, на все это, это очень развито в Америке. И, конечно, будучи в американской культуре, это пропало, можно сказать, то это очень тяжело. Собственно, как вообще, вот когда ты улетал, как менялась ситуация перед выборами? То есть, потому что я помню, мы с тобой еще где-то полгода назад общались, там такая, ну, нокаут страстей был, плюс коронавирус, плюс Флойд, Black Lives Matters, и вот эта вся история. А сейчас? Что вообще? Ну, ощущается ли приближение выборов, если выключить телевизор, скажем так? Ну, конечно, ощущается, потому что сейчас идет, потому что Байден объявил у вице-президента Камалу Харрес чернокожую сенатор, бывший прокурор в Калифорнии. Ну, и все понимают, что будет президентом она. Потому что у него уже на лице написано, что он вне себе. Он заговаривается, он несет какую-то чушь. Больше семи минут его не выпускают никуда, чтобы он говорил, семь минут – это максимум, что он может продержаться на публике. Он стар, он просто старый человек. Я думаю, что это даже не гуманно со стороны политиков выдвигать такого человека. Конечно, он сильно идет влево, клонится, как Сэндерс, Берни Сэндерс, который там социалист, коммунист этот. потому что в демократической партии началось вот это большое движение с этим. Вот это Кэмла Хэррис, она как раз не из рабских кровей. Ее мама и индуска, а папа из Карибских островов. Самое интересное, что ее предки, это знаменитая семья на Карибских островах, построила там свою империю на рабах. Это были рабовладельцы. Вот она выдвигается, и она говорит о компенсации, репарации чернокожим. Знаешь, в первую очередь это она должна репарации платить, ее семья. Она очень левая, она не чистоплотная, за ней такой шлейф вообще, как она попала в политику, и во все это говорят, что она через постель это сделала. Было много этому доказательств. Но это не так важно. Она покрывала католическую церковь с педофилией в Калифорнии. Там против нее было очень много было недовольных, включая саму католическую церковь, потому что католическая церковь по большому счету хотела разобраться в этих священниках, которые были педофилами. Но она покрывала их, опять же, из-за политической цели. Она говорит, что она запретит оружие, она изменит. Если Конгресс, она даст Конгрессу 100 дней изменить вторую поправку к институции. и если Конгресс не примечения, она издаст указ президентский в принципе контролировать оружие в Соединенных Штатах Америки, что очень тоже чувствует. Ну и много-много другого. То, что она говорит, это мне не подходит и многим американцам не подходит, потому что это в принципе огромное... складывается такое впечатление, что да, она родилась в Америке, но воспитывалась она все равно в эмигрантской семье, как и я, допустим, в эмигрантской семье, в эмигрантской... И эти ценности она вдруг переносит в Америку. Для меня это сложно понять, знаешь, зачем они это делают, но, к сожалению, оно так есть. Дети иммигрантов очень часто мы те, которые уехали там от Советского Союза наши дети на сосутся этого марксизма, ленинизма в университетах и начинаем... И мы им объясняем, говорят, ребят, ну мы же от этого уехали, мы знаем, что это такое, это так не работает, все вот это вот социальное право, социальное равенство. Это не работает. Это все равно, что неважно, ты учился или не учился, вам всем будут ставить четверки в университете, когда вы будете задавать экзамены. Сдали вы их, не сдали, всем четверки. В конце концов, никто учиться не будет. А зато будет честно, все получили одну и ту же оценку. Но так не работает. Есть люди, которые преуспевают в жизни, есть люди, которые не преуспевают. Дело же не в равноправии, а в равных возможностях. Всем должны быть даны равные возможности, но у каждого разные возможности личные. Вот в этом разница. Они эту разницу не видят. Они считают, что равные возможности это равное... всем все собрать и поделить поровну. Мы это говорим. И то же самое, допустим, из арабских стран приезжают иммигранты. Они очень хотят быть американцами, но потом их дети почему-то становятся в Великобритании, во Франции, везде. Там же люди, вот эти террористические акты не иммигрантами сделаны, а их детьми, первым поколением. И потому что они вдруг находят это. И такой странный эффект. Странный эффект. Вот это Камалия... Это Камалия Харрис, конечно. Ничего общего у нее нет. Она, кстати, обвинила, когда она же выдвигалась, она же была одна из кандидатов в президенты от демократической партии. Когда у нее шли дебаты, она обвинила Байдена в сексизме, то, что он изнасиловал там свою подчиненную. Она говорит, я верю ей и надо ввести расследование. Она обвинила его в этом и она обвинила его в расизме, что тоже есть у Байдена. В 70-е годы он был против того, чтобы дети на автобусах из чернокожих районов ездили в школы, там, где белые дети, а белые дети то, чтобы не менялись, чтобы школы были перемешаны. Разными расами. И он был против этого. Но это считается российским таким выступлением. Вот она его обвинила в расизме и она его обвинила в принципе в сексуальных домогательствах и даже изнасиловании. А теперь она с ним обнимается и вот она говорит, ну это политика. Понимаете, это политика. Ну вот я лично не понимаю этого. Ну это уже принципиально, тем более такие вопросы изнасилования и так далее. Тут уже не совсем политика. Если она говорит, что это политика, это действительно выглядит подозрительно. Про рабов, да, ну, то есть, неоспоримо. Люди очень сильно страдали, много поколений, лишились всего, по сути, и их превращали в животных, то есть, по уровню, по статусу социальному поколениями на плантациях. То есть, они обсуждаются, но опять же, когда забрасывают, не смотрят действительно биографию. Что удивительно, вот у меня, что удивляет, допустим, в Африке ведь были те, кто как раз своих, ну, они не были соплеменниками, там как раз, это все равно, что сказать, что украинцы, поляки, французы, испанцы, это все соплеменники. то есть, европейцы, да, но я имею в виду, рабов ведь ловили черные и продавали белым, рабов изначально работорговлю, предложили дешевый рабочий ресурс, по сути, это те государства, которые находились, куда приплыли европейцы, им сказали, ребята, у нас есть, чего вам продать, дешевая рабочая сила, и начали их массово вылавливать, начали целые арабские войны, экспедиции, которые проводили чернокожие в охоте на чернокожих, запустили, этот механизм, а белые, естественно, с удовольствием воспользовались, потому что, почему бы и нет, действительно хорошая идея. И дальше уже этот маховик, дальше закрутился уже белыми. Но, ну, то есть, как бы, если изучать историю, все гораздо интереснее и не так просто, как пытаются вот сейчас вбить и использовать, тем более, эта история, ну, 300-летней давности. Ну, я понимаю, что еще недавно был расизм, прошу прощения, еще недавно был расизм, но, с другой стороны, уже рабства нет, как минимум, в Соединенных Штатах Америки из Африки получили статус больше двух миллионов чернокожих. И 100 миллионов еще стоит в очереди и с удовольствием приедут в Америку. Ну, не едут люди там, где против них есть российские законы или расизм существует. Не едут белые люди в Южную Америку сегодня. Ну, не эмигрируют они туда. Оттуда они эмигрируют. В 36-м году не эмигрировали евреи в фашистскую Германию. Потому что там был, и я по себе это знаю, в Советский Союз евреи из Соединенных Штатов Америки, не наоборот, из Советского Союза евреи уезжали в Америку, в Израиль, куда угодно. Потому что существовал, вот, то, что называется, системный антисемитизм. Поэтому по самой эмиграции можно определить, но не едут чернокожие. В Америку много чернокожих приезжает и эмигрирует, и хотят выиграть и зеленую карту, и добиваются этого. Поэтому нет. Потом нету, если есть расизм, то не нужны фейки. У нас был вот этот певец, знаменитый чернокожий, который подставил своих друзей, они одели шапочки Трампа, и якобы его побили сильно, и, значит, они создали фейки. Это было разоблачено, да? Нет, ну не было такого, чтобы там еврей в Советском Союзе создал такую ситуацию, что его два украинца побили, и он прибегал и говорил, а вот они побили. Этого не нужно было, потому что это существовало. В Германии не было такого, чтобы евреи придумали, что там у них антисемитизм. Потому что он был. Придумывать мне фейк не нужен. Ты фейки создаешь, когда этого нету. И что будет? Поэтому в Америке они начали создавать много фейков, что есть расизм, а его нету. Его реально нету. Вот я же служил 30 лет, у нас разные люди были, ну, всех мастей, всех уровней, всех социо-финансовых уровней, всех религий. Не было этого у нас в вооруженных силах, а вооруженные силы у нас это отражение нашего общества. Были сексуальные домогательства. В моем уме иногда были там кто-то что-то, ну, молодые, два молодых человека не могли, знаешь, повели себя неадекватно. Кстати, чаще у меня почему-то встречалось то, что женщины домогались парней. Сырое, тоже это было редко. Военные, американские женщины. Но это было очень редко тоже. Ну, на моем счету там было, по-моему, три случая. Два из них было, это женщины домогались парня, один случай был, где командир домогался подчиненный. Ну, то есть, в принципе, вот то, что равенство, равенство, равенство результата, когда всем просто берут и дают, ну, то есть, ничем хорошим действительно закончиться не может. Я в свое время немножко в своей биографии поработал школьным учителем. Недолго, но было такое, еще в студенческие годы, там, полгода я работал в школе историком. И как раз вот равенство результата ни к чему хорошему не стимулирует, когда всем ставят, как ты сказал, одинаковые оценки. Это приводит к тому, что никто не хочет учиться. И дальше, то есть, как бы, крути, не крути, не прошу, вообще. Не, все. Ну да, у нас в Америке началась такая культура, где там детские команды играют в футбол между собой, и все получают приз. Все выиграли. Победила дружба. Нет, дружба никогда не победит, потому что когда побеждает дружба, начнется драка. Ну да, и выходит смысл, в чем был. Ну, то есть, состязание, конкуренция, иерархия. Ну, об этом говорят многие, если кому интересно, то есть, я предлагаю ребятам, которые нас смотрят, девчонкам, которые нас смотрят. Есть дискуссионных много тем. Кстати, я не знаю, канадский есть известный довольно психолог, и он, ну, то есть, философ во многом, на мой взгляд. И психолог Джордан Питерсон, он скандальный довольно, по-моему, в Америке тоже его многие видят, многие слушают, и он как раз говорит, он очень борется с этими веяниями социалистическими именно. Он говорит, что университеты стали рассадниками идеологии, а не знаний, и причем идеологии, которые разрушают государство. И он с этим борется, он сам преподаватель Торонто, если не ошибаюсь, университета, и он написал несколько книг уже об этом, и он в том числе говорит, спорит, часто дискутирует, на него еще так агрессивно бросаются представители, там, журналисты, очень много левых, и он говорит, что вы разрушаете систему взаимоотношения, а иерархия, по конкуренции, иерархия, она свойственна не только людям, она свойственна была еще 300 с чем-то миллионов лет назад, когда еще, до того, как позвоночные возникли, то есть, это еще существа, которые имели панцирь и плавали под водой, они уже делились на иерархии, это наши химические внутренние процессы, и они нас подталкивают к поведению, вы хотите нас сломать, уничтожить вообще человечество каким-то таким образом, но это кто хочет, тот почитает, послушаю, Джордан Питерсон, кстати, ребята, в чате хорошее замечание, кто-то написал, что смотрит чат, смотрит эфир сейчас 250 человек одновременно, а лайков под эфиром только 100, там, 120, по-моему, да, ставьте, поднимайте, это все будет. Все остальные, все остальные, значит, мне нравится, что мы говорим, надо что-то какое-то, сделать какое-то развлечение, какой-то концерт, что-то нам надо сделать, может быть, анекдот рассказать неприличный? Давай. Если серьезно, да, я напоминаю. это старый, есть старый анекдот, они сейчас переделали его на белорусский, но вообще-то это был старый анекдот про Россию, про Путина, когда к Путину приходят и говорят, Владимир Владимирович, избирательная комиссия прошла, выборы прошли, и глава избирательной комиссии приходит, и говорит, Владимир Владимирович, у меня для вас две новости, одна хорошая, другая плохая. Он говорит, ну давай с хорошей сначала, вас переизбрали в президенты России, говорит, какая плохая, он говорит, за вас никто не голосовал. Так вот сейчас это перекидывается на 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 Белоруссию. Еще рассказать, значит, у меня тут был эфир с одной женщиной, которой я сто раз сказал, вы не хотите брать у меня интервью, я не даю российским СМИ интервью, я не даю никаким российским или пророссийским платформам интервью, даже в Украине, если я считаю, что это пророссийские СМИ, хотя мне хочется, потому что у них аудитории большие, ну вот я так решила, я так очень редко делаю исключения, но она меня просила, сказала, слушайте, у меня мало там подписчиков, вы бы мне помогли, я думаю, ну нельзя зазнаваться, надо помочь людям, я сам не профессионал, самому хочется больше подписчиков, хотя я никогда этого не прошу, наоборот, вот лучше подписывайтесь на Андрея, канал на два слова, ну потому что я не профессионал, это я делаю так для себя из-за идейных, из-за идейных порывов, ну и она говорит, нет, 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 я говорю, послушайте, вы мне зададите вопрос, я не буду под вас подстраиваться, я человек военный, и я как вижу, так и скажу, и вы на меня обидитесь, нет, я сильная женщина, ну короче, дал этот, я не знаю, ли ты видел его, Андрей, там это, у меня набрал довольно-таки много просмотров, да, да, даже по новостям где-то в Украине это показали, и она задавала мне много таких вопросов, потом я начинал, понимая уже, что она где-то с какой-то бумажки это читает, но они не продумали, не ожидали от меня ответов, но неважно, и она задала мне такой вопрос, почему украинцы себя считают выше, чем русские, или что они лучше, чем русские, я говорю, тоже интересный вопрос, я тоже не пойму этого, кстати, я тоже не мог понять своего дедушки, я говорю, который там прошел всю войну, почему-то он считал, что он лучше, чем немцы, например, вообще он их немцами не называл, он называл немчурой, и немецкий язык он не мог переносить, он не любил его, когда он где-то слышал, у него такое, ну, противное такое лицо, он корчил, но не любил он, и вот тоже странно, почему, вы не догадываетесь, почему, потому что вы на них войной пошли, и братский народ, значит, ну, в общем, что-то она мне там говорила, что какую-то чушь несла, и потом я привел такой пример, тоже был такой старый советский анекдот, где в аду в чанах там, варятся разные люди, значит, в одном чане там американцы варятся, в другом чане там русские варятся, там в третьем чане там евреи варятся, хотя тоже непонятно, как это было разделено, ну, это анекдот, да, это, и, в общем, черти стоят и пихают, значит, там, где русские, там вообще ни одного черта нету, который охраняет там где американцы там стоят часовыми 23 чертика и периодически бьют по башке кого-то а где евреи там вот три кольца охраны стоит и постоянно калашматит кого-то обратно в чем и главный черт который проводит там инспекцию инспектором приехал он ведь почему вас так расставлены знать часовые не неравномерно они говорят но это очень просто у нас просто так получилось чтобы в чане где сидят евреи если один вылезет он потянет всех за собой их не остановить сам где сидят американцы постоянно пытаются сбежать кто-то у них периодически сбегает а тут когда русский почему ни одного с этого это потому что если у них кто-то пытается сбежать все остальные вот тянут обратно поэтому там сбежать никто не может они не дадут ему сами я вот привел такой пример что сидят вот эти братские народы там мы сегодня уже можно и белоруссию куда включить да там грузины и украинцы русские они сидят в чане с говном чтобы из него вылезть на скалу залезть там у нас и вот лезут летом грузины залезли там что-то это начинает помогать там украинцам все а русские сидят они тянут обратно нигде брат мы же брать ты сидим в говне и давай сиди да это не хотим сидеть в говне с тобой мы хотим вылезть эти дают они с разорванными когтями руками с коленками разбитыми носами они пытаются все время выкарабкаться оттуда а эти их тянут обратно эти им еще веревки подрезают эти еще творят все чтобы только они не вылезли и сами не хотят вылезать или вот вы понимаете эту разницу такую между вами и ими поэтому им хочется помочь и кинуть веревку вытащить их оттуда вы там как сидите так сидите вот я видел этот стрим этот эфир действительно там такие наивные якобы вопросы были хотя но очевидно была попытка как-то человеческий разговор но сразу про украину мы не говорим про то не говорим это очень забавный вышел эфир в этом сама же и да потом она пыталась значит на меня нажаловаться в фейсбук в youtube что и ну я разжигаю межнациональную ненависть и поэтому меня надо снять и заблокировать послушайте вы сами попросили я вас предупреждал да теперь в общем стукачество не умерло у нас стукачество продолжает или настучать причем она не обижена была не на меня она обижена была на все люди которые начали отвечать донтору писали в ком комментатор поэтому я разжигаю межнациональной ненависти на меня надо постучать фейсбук вы я пишу я вы послушайте вы сами меня я вас предупреждал много раз не надо что вы хотите себе сделал и потом она сделала еще один ролик я нами разоблачает значит она сказал что я был прапорщиком вооруженных силах я не знаю почему бы это плохо хорошо я был прапорщиком и что генералом рядовым прапорщиком в чем в чем тут чем вы не не давай вы понимаете разницу между воинскими званиями в каком каком полку вы служили сударыня меньше для вас это играет какую-то роль она написала что в принципе я был фармацевтом и и в принципе не настоящий офицер я там штабная крыса и ну и обычный этот хорошо какое это имеет отношение к тому разговору который мы имели про украину и россии я что выступал как военачальник или прапорщик или запскладом причем тут одно к другому ну вот надо было сразу единственное там еще не сказал да и вообще он еврей что мы можем сделать с такими людьми конечно это это мы смеемся но это не смешно это трагедия целой нации целого народа ну про белорусов кстати раз уже буквально два анекдота которые слышал последний не то же старые явно переделанные но что омоновцы белорусские едут по улице видят дед идет сколько с кулечком там какой-то кефир там потом они его выскакивают начинают лупить на улице и он такой кричит ай сыночки что вы делаете за лукашенко голосовал они вот дальше лупят горят врешь дед никто за лукашенко не голосовал или когда лукашенко в кабинет заходит говорит эх посмотрит на свой портрет говорит эх снимут тебя скоро то есть вернее говорит скирс минут мне скоро а портрет говорит нет это меня снимут и тебя повесит но это уже белорусы сами разгоняются в своих чатиках эти заявления так во первых вернемся наверно к комментариям во первых да вот по по просмотрам ребята напоминаю что есть у нас в патреоне подписка вы можете подписаться наш канал во первых вы будете видеть все видео во вторых вы получите возможность звонить нам в эфир мы просто будем бросать ссылку вы по этой ссылке заходите в браузер и подключаетесь нашему разговору то есть мы сможем с вами общаться эта возможность доступна если вы подпишетесь на патреон ссылка под этим видео так комментарии у нас были комментарии вот вопрос сегодня в америке 100 политиков подписали письмо чтобы наладить отношения с россией скажите что-нибудь про то есть я так понимаю просят прокомментировать что думаешь по этому поводу я не знаю какие политики какие отношения они хотят наладить с россией но я знаю что многие там особенно на меня обижаются и говорят что трамп мог это сделать и это сделать и отключить свыфт надо вот саша сотник например стран ничего не делает да он сделал очень много противороссийских вещей я не сейчас не буду их тысячный раз всех перечислять но братья нельзя с россией себя вести так же как допустим там можно себя вести с венезуэлой или с сомали россия это огромная страна она ядерная держава у нее много под контролем разных проходов и морских и воздушных свыфт отключить это тоже нерезонно потому что это нарушит банковскую систему не только в россии но и в остальных странах включая украину включая грузию тут сразу нельзя вот россию взять и объявить ей войну действовать надо постепенно и где-то нажимать где-то отпускать это такая тонкая работа это на продуманная работа должна быть все это конечно должно делаться в ожидании одного что там все-таки не население а народ и народ когда-нибудь пойдет против диктатора против диктатуры объявлять войну россии это глупо поэтому я думаю что есть какая-то группа у нас сенаторов или конгрессменов там которые хотят наладить отношения в какой-то отрасли может быть в космосе может быть еще в чем-то я не знаю я сейчас предполагаю я знаю только то что и очень часто подлежит критике что вот с россией имеют дело вот с россией там что-то еще делаешь ты имеют какие-то отношения но опять же они хотят чтобы эти отношения порвала америка с россией но сами страны те же прибалтийские страны даже грузии даже украина не рвут отношения с россией имеют границы с разимеет посольство имеет дипломатические отношения с россией потому что с этой страной никуда она не денется россия не пропадет не сгинет с карты с лица земли с ней надо все равно будет иметь дело с этим диктатором сегодняшним кгбш нам или с каким-то демократом который когда-нибудь может быть придет что сейчас очень сложно в это верится потому что каждый раз мы в это верили каждый раз мы разочаровывались в этом или с другим диктатором ну ты ничего не поделаешь северной кореи ничего поделать не можем но в большом смысле кроме как там что начать полномасштабную войну что в сегодняшнем мире это невозможно да там письма я нашел просто чем речь я да я помню о чем речь шла там было два письма как пишут влиятельно американском журнале политику авторы был опубликованы открытые письма вот такие статьи видят в этих письма авторы первого выступают за взаимодействие с той россии которая есть и среди них немало людей которые работали с россией там бывшие послы в россии томас пикеринг и джон хансмен бывшая зам госсекретаря по вопросам контроль над вооружениями и международной безопасности роуз готемблер и политологи с колумбийского университета роберт левгольд который специализировался на истории ссср и современной россии они призывают вот что нужно взаимодействовать нужно работать нужно искать пути для улучшения взаимоотношений с россией к потому что она такая какая есть авторы второго письма наоборот за предложение до продолжение давления на режим путина в надежде на изменение российской политики и собственно говоря не считают что ну такой себе ответ они говорят что нужно давить и ну вот это ястребы по сути но разные да есть но вот то что ты назвал там допустим во первых в первом письме в основном дипломаты дипломаты всегда это их работа искать общий язык искать какие-то компромиссы посол пикеринг я имел честь служить у посла пикеринга в начале 90-х посольстве в москве посол пикеринга очень интересный человек он сейчас конечно нужно старичок наверное но знаешь это были начале 90-х это была юфория у нас у всех что вот все россии советский союз распался все они сейчас придут и будут частью цивилизованного мира и это будет так и германия как и франция как япония когда-то были врагами теперь не будет процветать это богатейшая страна много умных людей никто не думал что придет кгбшник и все вернется на на своя что народ оказался не таким каким мы ожидали и что все это повернулось не так как мы хотели поэтому посла пикеринга наверное потому что тогда это было самое такое интересное время вот моей жизни на это было самое интересное время советский союз развалился вот новый мир выстраивается мы все участвуем в строении этого нового мира нового порядка и посол пикерин конечно командир этого корабля который идет на президентом тогда был буш старше и конечно наверное у него ностальгии по это но даже россии системе с теми надеждами которые были то есть он надеется что если возможно мы не за не можем не значит на что он надеется но возможно он считает что можно но я загрузил я жерну дельсон в россии и я туда я тоже помню эту россию я помню тогда можно было работать с россиян тогда можно было даже работать с кгб это были профессионалы а там все конечно там но вот с теми с которыми там наш посольство вас кем наработал наша комиссия в которой я был по военно-пленном без вести пропавшим это были очень профессиональные очень знающие ну они были для меня они тогда были мужики там нет генералы полковники это не были какие-то знаешь эти бандюганы которые сейчас беспредельщики они были на высоком уровне и с ними можно было работать они все понимали они понимали что советская власть не может работать это не функционирует они были за границей они были образованы они все это все прекрасно понимали все прекрасно знали но они не знали что один из их среднего звена станет президентом и будет таким вот ну собственно говоря понятно смотри у нас еще тут вопросы по коломойскому 6 августа авторитетная американская газета вашингтон пост сообщила что меню сша обвинил но это я статью статью читаю в наших изданиях вот сейчас расскажешь что ты по этому поводу думаешь обвинил украинского бизнесмена эргарха игоря коломойского в хищении отмывание в частности в штатах приватовских ну то есть это деньги которые были выведены из приватбанка миллиардов часть незаконных доходов якобы отмывалась помощью множества банковых банковских счетов подставных компаний прежде всего в кипрском отделении приватбанка и об этом вроде сообщает ведомство говорится что федеральные агенты более года вели расследование против коломойского его партнера геннадия боголюбова в связи с чем несколько раз приезжали в украину встречались с рыба шапка это генпрокурор наш брюши который на тот момент занимал пост генпрокурора если да а также встречались следователями набу ну и якобы отследили миллионы долларов отправлены в соединенные штаты из компаний принадлежащих коломойскому и боголюбову в период примерно с 2008 то есть это гораздо этот после первого еще майдана по 2013 год для покупки в это время объекта недвижимости ну и там дальше раскручивается что ты вообще думаешь насколько серьезно подобного во первых вот насколько стоит доверять все информации которая поступает через это издание да во вторых насколько серьезно подобного рода обвинения если уже об этом заговорили следователи и якобы меню с соединенных штатов америки действительно демонстрирует что у него есть вопросы к игорю коломойскому смотри я этому изданию не доверяю это fake news издание как и нью-йорк-таймс это просто два ужасных fake news но это не значит что это не происходит это с одной стороны с другой стороны если фбр за это взялось если фбр правда выносит такие обвинения то это очень нехорошо для господина коломойского его компании я надеюсь у меня такая надежда что там на коломойского там наговаривают или еще что такое потому что я все-таки вижу в четырнадцатом году он был один из тех кто спас украину причины могут быть разные спасал свой без это неважно но то что он участвовал спасение украины это факт и поэтому мне бы хотелось чтобы это было неправда но если фбр за это взялось фбр его обвиняет то это просто только займет какое-то время пока они это докажут очень редко фбр у нас но я не говорю о этой верхушки которые там влезла в политику между демократами и республика между клинтоном и и трампом это там три-четыре гнилых человека в управлении фбр а это занимаются рядовые ребята которые очень патриотичны которые профессионалы там политики наверное очень мало в этом хотя может тоже быть то это конечно ему тогда будет не не хорошо вообще моя надеюсь может быть это просто очередная fake news as washington times чтобы как-то может подавить на президента зеленского или еще на кого-то ну а я не знаю все может быть я не агент фбр поэтому у меня нету доступа к так такой информации что они там делают и как они это делают но это мало это малоприятное я скажу почему я не доверяю этим всем я случайно смотрел по как пока я был в америке случайно посмотрел фильм называется мистер джонс я даже не не понимала ну про что этот фильм там что-то показали что про сталинские времена все ну короче я не хочу рассказывать пересказывать этот фильм но этот фильм как один советник британский молодой очень не мог никак понять откуда в сталинской в сталинском сталинской россии как они строят заводы и где они берут деньги но у него в общем он такой был головастик у него цифры не сходились он ходил и всем мир да не сходится это все даже не говорят или вранье или они где-то что-то берут что-то там происходит не то ну короче он едет россии и он сбегает там я не хочу рассказывать он узнает про голодомор фильм тяжелый реально тяжелый фильм там есть вот эти моменты про голодомор тяжелый он горит грабят грабят украину геноцид в украине ему никто не верит а он это видит все своими глазами ну и там это все советские эти трюки что его как вот шантажируют что убьют тех если он поедет это напечатает он конечно не будет это про это печатать но он приезжает печатать но ему никто не верит и его дискредитирует и дискредитирует его и врет про все про него new york times вот ничего не изменилось тех времен new york times до сих пор fake news до сих пор играют эти игры политические люди читают и сейчас это уже и cnn и все остальные главные сми и там тоже все вот эти журналисты они все заложниках они все взятках и иностранные в советском союзе сталинская это агентура знает какими управлять ну и и в конце концов его дискредитирует какой-то маленькой газете где-то работает а президент рузвельт признает советский союз и открывает дипломатическую миссию в москве и вот игол и все прекрасно знают про голодомор все прекрасно знают про холокост все прекрасно знают про свет все эти газеты врут покрывают и один какой или два людей которых хватает смелости хватает чести и доблести это вскрыть их уничтожают потому что сталин за это зерно которые он за жизни украинцев сдает на запад получает трактора получает машины получает то получает все и вот этот парень понимает что не сходится не сходится цифры не сходится украинском прокате фильм кому интересно вот у нас в украине к примеру в прокате он будет идти как цена правды называется цена правды у нас цена правда но в оригинале до гарри джонс или мистер джонс то есть там есть разные варианты кому интересно этот фильм я его не видел сам видел трейлер я знаю о чем ты говоришь 8 10 фильм шикарный фильм шикарный я вот его смотрел на одном и вообще не люблю смотреть художественные фильмы но вот медвей про битву на медвей на японском театре операции во время второй мировой войны мне понравилось нужен исторически был правильно создан пронгать ну для большинства людей наверное это просто там стрельба и и у нас кстати он не получил очень хороший рейтинг хотя фильм я считаю исторически был здорово сделано и на потому что он политически был не каракте ни одного чернокожего летчика не было на авианосце во второй мировой войны значит не показали в этот фильм ни одной женщины адмирала не показали ну и поэтому потому поэтому неправильный фильм и рейтинг и вот это вот второй фильм который вот этот мистер джонс я просто посмотреть но там есть конечно очень такие тяжелые кадры которые ты сможешь ну как как там про свенцем или как там про концлагеря но просто наверно мы привыкли смотреть уже про про холокост фильмы и картинки а этом по это неожиданно ну например я не привык к таким сценам ты знаешь из исторических кстати вот ты вспомнил мидвей меня чего-то в свое время когда увидел на это довольно старый фильм может кому-то интересный из наших зрителей кто не видел это band of brothers братья по оружию там сериал небольшой том хэнкс и стивен спилберг и и у них еще было потом тихий океан если не ошибаюсь тоже вторая мировая война и как живет одно небольшое подразделение просто люди как они чувствуют себя что они думают также же но не совсем даже война там люди но это все очень пищеварно конечно так по поводу колумбойского ясно но знаешь я я думаю что с другой стороны это хорошо что наших олигархов знаешь дергают за разные мягкие места и заставлять с одной стороны к чему-то подталкивать с другой стороны их влияние не позволяет нам сейчас развиваться потому я за то чтобы они теряли влияние на реальную политику и наконец-то освобождали место для того чтобы сейчас они очень сильно душат украину своими экономическими интересами ахметов кламмойский порошенко пинчук фирташ левочкин там целый ряд их есть боголюбов там их не так много на самом деле это люди которые приватизировали государства и пока что назвал для небольшой страны очень много на самом деле да но я имею ввиду что все-таки для 42 миллионов то есть это не так много даже если без сотни назвал или я и она не имеют но они контролируют большинство финансов я тебе скажу такую вещь я думаю я надеюсь что следующие люди олигархи на может быть и нет может быть я наивен в этом должны понимать что сколько бы у них денег не было ибо богатство них не было сегодня в 21 веке они не смогут их спрятать не смогут своровать их найдут их найдут посадят тюрьму они обесчестят свой рот нету смысла в этом больше делать нету смысла не гейтс не маск этим не занимаются больше и потом они все равно даже те что и честные деньги которые миллиарды они заработали они дают на благотворительность они понимают что в этом смысла сегодня в мире нету ты не можешь так себя вести здесь наверно еще наверно ты понимаешь что ты становишься ты становишься заключенным в этом мире ты не свободным человеком становишься до отдаешь свою свободу ты ничего не можешь сделать как у путина у него что же много олигархов но что они могут с этим совсем сделать ничего он все равно крепостные олигархи они крепостные олигархи ну хорошо ты съел еще пять лобстеров все больше ты ничего не можешь делать ну видишь они повторяют свою историю россияне у них же ты вот прав по поводу того что первыми закрепостили ведь не не крестьян сначала появились дворяне слово слово дворянин вот но все думают что это что-то такое высокородное аристократично это при дворе придворные они были не они не имели права без разрешения царя покидать какие-то территории они очень много прав просто не имели то есть им и жизнью распоряжалась власть все они принадлежали власти полностью а потом уже этот принцип распространился и на крестьян которые закреплялись за какой-то землей за какими-то владениями и так далее но первыми карманными людьми царя стали как раз якобы аристократы те кто пролежал почему вот здесь была шляхта там у поляков у литовцев украинцев то есть это кто может с голым пузом бегать и без штанов но у него есть сабли и он помнит что его дед воевал отец воевал и он если что сабли себе отвоюет свою честь не дай бог его обидеть он на дуэль вызовет кого угодно от короля до там до любого магната и это свой принцип был а вот у россиян аристократия формировалась не из шляхты а из придворных из дворян и вот и вот эта разница она даже ощущается сейчас у нас чуть-чуть сразу чем в чего то что ты сказал да я там не плевать кто ты вот даже мне смешно было ты видел видео как на завод приехал лукашенко и он сюда там ходил заявляли к этому же рожду и вот это нормально это так и должно быть вы ровно два взрослых человека и меряться тем кто на контроне сидит а кстати вот ты прав я думаю я очень надеюсь что ты прав будущее уже пришло за диктаторами нельзя скрывать преступления свои все равно не выплывают если полиция бьет людей то это выплывет появится в интернете если кого-то где-то ущемляет то есть будущее уже перемалывает диктатуры те что раньше чешу расстреляем 200 тысяч человек и все а сейчас все это же самое это самого олигарх и я надеюсь что будущее теперь пришло за олигархами до зале горки на не смогут это больше делать они не смогут просто брать деньги из государства и вытаскивать и через офшорные какие-то компании особенно там доллары никак и не могут сегодня доллары это тоже все уже виртуально это не мешки с бумагой таскать а все равно не проходит через американские банки все равно это можно отследить поэтому давайте же честно под конец что еще а ну санкции с китаем сейчас обострение идет хайвай пошли новые санкции со стороны правительства соединенных штатов америки сейчас все больше компаний то есть они через посредников закупали оборудование а им необходимы определенные схемы и определенное оборудование для того чтобы производить свою продукцию и у них сейчас начинаются проблемы на твой взгляд насколько америка сильно может прижать китай по экономике и насколько это снимает все связано с выборами расскажи да все абсолютно связано с выборами если трамп остается он прижмет китай и китай китаю придется работать честно если придет байтон то все нормально его сын получил 150 миллиардов чтобы инвестировать в америке получить какие-то миллионы за все это будет уже подкуплен вся эта коррупционная схема все эти олигархи наши тоже которые имеют огромные заводы там которые должны платить налоги все они вернутся обратно в китай и будут использовать там вот эту дешевую рабскую силу детскую силу силу рабочую силу заключенных бесплатную рабскую силу детского вот и все это встанет на свои места и эти люди которые этим занимаются не будут защищать права человека там хотя в америке они будут выступать за черные жизни имеют значение давать им миллионы долларов а там они будут все встанет на вот эту коррупционную схему которые и функционируют включая в украине включая в израиле поэтому это очень опасно если байден придет к власти особенно он к власти не придет это придет ли какая-то там его закулисная власть этих же клинтонов в лице камаб камалы харрис события нарастают в мире буквально следующую неделю уже не известно что будет и в той же беларуси и украине и собственно какой поворот будет соединенных штатах америки тем более учитывая даже возраст того же байдена то есть потому да там возраст возраст у него но он уже видно что он не его глазах глазах уже видно его и как он ходит уже видно что этот старческая походка его и в глазах видно что он старческий маразм быстро развивается и все закругляемся у нас вот как раз второй час заканчивается нашего второго слова что ты слушаешь читаешь то есть откуда ты получаешь информацию там сверху был в чате вопрос сейчас его не найду но я его запомнил откуда ты получаешь информацию то есть какие каким смит и доверяешь и каким источником информации разным я пытаюсь читать разные вещи в интернете из разных сми включая украинские даже иногда российские слушаю и наверное больше всего слушаю самого себя я не знаю я что-то скажу в передаче это поэтому я смотрю эту передачу обратно слушаю что я сказал я начинаю верить в это понимаешь что нет но из разных из разных из интернета иногда я в чем-то разочаруюсь перестаю слушать кто нас слушает другое потом опять я начинаю служить но я избираю разные вещи я конечно я часто смотрю fox news если я что-то делаю мне она так на периферии звучит fox news я наблюдаю просто чтобы смотреть что происходит в мире на сегодняшний момент не обязательно я слушаю комментарии всех комментаторов там но есть конечно и умный на fox news я иногда люблю слушать латынину юлию часто даже с ней переписываюсь иногда некоторым вопросам ну и вот с такими людьми как ты общаюсь ну ты давно у меня был этим консультантом по делам украины знаешь по украине я там с первоначально я советую с с эдиком рубином из харькова я вообще думал что это человек я думал что это робот какой-то отвечал моментально и днем и ночью нашли что он или сидит перед интернетом весь день или хотел там ректор и профессор и бизнесмену и по у тебя мы часто и ты знаешь у тебя часто спрашиваю что это значит а что то значит в украине происходит от разных людей там в израиле у меня тоже есть несколько товарищей людей которым я доверяю спрашиваю а в америке я слезу сам за тем что происходит ну собственно мне кажется еще очень важно не только что ты читаешь на как ты это читаешь то есть ты критично подходишь про перепроверяешь опираешься на какую-то логику думаешь а почему а кто задаешь дополнительные вопросы обычно у меня тоже такая инстинктивная имеет как привычка появилась что когда все абсолютно все начинают нападать на одного какого-то там человека то может быть он и не такой плохой знаешь когда все я вообще-то был не за трампа первоначально вот и но когда начали все на него нападать я подумал пережить он на что-то делает правильно я стал когда я стал вникать что он делает и все такое то увидел что да у нас про сороса и раньше всегда ходили очень хорошие что он там финансирует это и какие-то свободы слова и разные организации он такой был хорошие белые пушистые это искал может что-то может быть он делает не совсем а его путин ненавидят значит путин выкинул значит он что-то правильно делает или может да может но когда ты начинаешь там разбираться ты понимаешь что угол нет не совсем то он все правильно делает не так это все поэтому когда мне задали вопрос про коломойского где-то глубоко глубоко внутри себя я бы не хотел чтобы так было потому что это мойского так много плохо говорят что он такой ужасный человек я думаю может когда я начал впиться я понял что вот в четвернадцатом году он как раз был один из тех которых шот организовал что-то смог сделать с другой стороны по отношению в сравнении с другими олигархами поэтому не хочешь потому что все про него говорят такие ужасные вещи что хочется верить может быть не совсем все правда но она если это правда то конечно это хреново ну как говорят у нас на brighton beach будем посмотреть совершенно верно так все у нас это что я обещал начнем с малого вот небольшое то что мы говорили про бойцов воспоминания мы сегодня уже говорили до одного воина который многое прошел и под конец просто я только наткнулся вот листал только что там вопросы смотрел информацию и наткнулся что оказывается одному человеку которого я сдал довольно шапочно я когда-то занимался исторической реконструкции то есть доспехи щиты кольчуги поединки турниры еще студенческие годы то есть мы это все делали какие-то тебе у тебя мало война с россии нет так это уже потом война с россией пришла а это было еще где-то 2001 2000 году словно и я там очень много хороших ребят тогда узнал поэтому движение на этих турнирах познакомились я шапочно познакомился с одним человеком которого я вот увидел мы там пообщались немного там потом у нас очень очень много общих друзей было но как-то мы не сильно пересекались но я вспомнил о нем в 2014 году когда увидел списке первых погибших этой войны вот среди них вот этот парень ему просто сегодня вот я вижу сейчас пишут знакомые ему сегодня был исполнился 40 42 день рождения такого лишь на олег у него позывной рейдер был парень с огромными диоптриями у него не знают минус 6 или плюс 6 огромные такие диоптрии он плохо видел он был один из самых активных наполнителей википедии украинской то есть человек который сам он был или администратором компьютерами или программистом увлекался и реконструкции истории а родился вообще на донбассе но приехал в киев в детстве еще он был таким патриотичным очень парнем со здоровьем его бы никуда вообще не взяли систем здоровье которое у него было он сам пошел в добровольце записался батальон донбасс и в первом же бою под карловкой 23 мая 2014 года он был как раз среди тех нескольких ребят погибших в бою с батальоном восток российским ну с российскими наемниками батальона восток но они тогда сдержали батальон они столкнулись попали в засаду противника оказалось гораздо больше чем им доложили изначально этот парень отдал свою жизнь первом же бою но он не побоялся и будущее очень умным очень интеллигентными приятным человеком он все-таки выбрал вот этот путь и он сейчас на стене памяти в киеве на михайловском возле михайловского храма есть огромность и на памяти и одна из первых на первом панно парень в очках олег ковалишин этот как раз рейдер человек который я знал это первый мой знакомый погибший в этой войне и сегодня бы ему выполнить сорок два года потому то есть давайте помните да давай на неделе моего навести согласен давай встретимся и повод встретиться будет и как раз на просто такое небольшая ретроспектива что за всем о чем мы говорим политика война протеста стоят живые люди живые судьбы и как раз и о достоинстве здесь речь и о том как не на самом деле не трудно быть человеком если ты уже решил им быть вопреки всегда потому ну собственно говоря на этом предлагаю наш эфир заканчивать напоминаю подписывайтесь поддерживайте нас внизу все что необходимо подписывайтесь на патреон будем общаться будет возможность вам тогда звонить нам на эфир а нам организовывать новые эфиры придумать новые способы делать эти эфир интереснее информативнее для вас потому до встречи с вами были на два слова с евреем то